Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня Александр Дринов курирует несколько проектов на территории городского округа. Проект «Историческая память» создан с целью патриотического воспитания молодежи и сохранения культурного наследия страны. Еще один проект «Партийная школа» позволяет выстраивать эффективную систему политической учебы для подготовки партийных кадров, которые смогут успешно решать поступающие вопросы. За активную жизненную позицию химчане избрали Александра Дринова лидером движения общественной поддержки «Химке интересно жить». Сейчас Александр Павлович помогает продвигать химчанам социально значимые инициативы. Главное, чтобы человек понял, что он будет услышан. Можно много говорить на кухне, можно много говорить в подъезде с соседями, а заявить публично об этом вопросе не все, так сказать, могут. Поэтому развилась вот эта система социальных инициатив, а на фоне этого и движения в поддержку этих инициатив... Председатель Совета депутатов Александр Дринов всегда на связи с жителями. По его словам, это позволяет в кратчайшие сроки решать проблемы в городе. Меня многие знают и иногда даже просто по телефону звонят с вопросами. Очень много вопросов, приходят письма на почту. На электронную почту, через канцелярию администрации. Наверное, это большая часть именно таким образом идет обращение. Несмотря на то, что город значительно улучшился за последние годы, говорит Александр Павлович, еще есть к чему стремиться. У председателя Совета депутатов округа много идей и планов на будущее. Для того, чтобы это осталось не на словах, а реализовалось в деле. Мы же встречаемся, мы же обещаем. Поэтому, конечно, я подвигаюсь к кандидатам на следующий срок. Тогда, по крайней мере, смогу, видимо, в глаза посмотреть и сказать, что вы просили, мы сделали. Александр Павлович считает, что необходимо продолжать вести прямой диалог с жителями. Только так удастся сделать жизнь в городе интересной и комфортной для всех. Редактор субтитров А.Семкин